Это видео сняли жители многоэтажки на улице Зубковой. Автор рассказал, что крыша протекает два дня. Только за одну ночь жители вынесли 100 литров воды. И за январь это не единичный случай. А это уже улица Горького. Жители говорят, что приезжали и аварийные службы, и слесари, но все осталось как прежде. Проблема везде одна, течет крыша. А управляющая компания, говорят жильцы, вместо того, чтобы проблему устранять, валят все на фонд капитального ремонта. Мол, подождите пару лет, починят крышу и все будет нормально. В данной ситуации нарушаются права потребителей услуг по содержанию многоквартирных домов, где указано, что кровли относятся к общедомовому имуществу и за это несет ответственность управляющая организация или ТСЖ. Расходы по текущему ремонту, в рамках которого, повторюсь, и должны производиться работы по пресечению этих протечек вашей квартиры, они заложены в содержании жилья. Олег Попов рассказал, что первым делом нужно составить акт о залитии. Этот документ просто подтверждает случившееся. Следом провести независимую экспертизу, электротехническую. А если повреждена мебель, внутренняя отделка или предметы искусства, то строительно-техническую. И уже с этими бумагами идти в управляющую компанию или ТСЖ. Если в течение 10 дней после ваших требований вам не возмещает ущерб определенные экспертами, и в том числе вынуждены расходы на производство необходимых экспертиз, вы обращаетесь в суд. Текущие крыши – это проблема не двух домов на карте города. В комментариях к видео рязанцы делятся своими адресами. Проблема эта комплексная, и решить ее нужно, пока снег окончательно не растаял и не залил жителей верхних этажей. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».